Здравствуйте! Приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Сегодня у нас в гостях питомниковод и ландшафтный дизайнер из Выборга Ольга Чаненкова, который представляет компанию Терека. И сегодня мы обсудим с ней замечательную тему. Мы поговорим про розы, но не просто розы, а те, которые прекрасно себя чувствуют в регионе Северо-Запада, в том числе и в Ленобласти. Все растения, которые выращивает Ольга, они гибриды. Такой селекции, которой не страшны любые морозы. И не только в пятой, но и в четвертой зоне некоторые даже прекрасно чувствуют себя в третьей. Ольга, здравствуйте! Здравствуйте, Андрей! Я очень рад вас видеть. Знаю, что вы совершенно недавно читали про розы замечательную лекцию, которая продлилась аж 6 часов, потому что тема совершенно огромная. Я надеюсь, что у нас с вами сегодня ролик будет чуть покороче. Но мы дадим максимально интересную информацию, сделаем такой контент, который еще не был ни на одном канале. Потому что я думаю, что у вас есть чем поделиться своим уникальным опытом. Давайте попробуем. Давайте! Я, во-первых, хочу, чтобы вы рассказали немножечко о тех розах, которые вы выбрали именно для своего питомника. По какой причине вы остановились именно на этих сортах? Ну и вообще, как вы вдруг решили, что надо в Ленинградской области разводить, продавать и вообще агитировать людей именно за розы? Такие достаточно неочевидные растения, скажем так. Да, особенно на фоне таких масштабных поставок садовых роз, которые мы сейчас можем наблюдать в любом садовом центре, куда бы мы ни пошли, в любом магазине, в любых упаковках. И вдруг вот на первый взгляд странная тема розы-ругозы, их гибриды. На самом деле эта группа растений – это, в общем-то, подарок для нас, для северо-запада, для садоводов северо-запада. И вообще для тех, кто любит природу. Почему? Если вспомнить, где произрастает сама видовая роза, это побережье Тихого океана. Вообще это не наш родной шиповник, он не произрастал никогда в диком виде на наших землях северо-запада и тем более вообще России. А сейчас он даже натурализовался, это Северная Америка, Австралия. То есть он сейчас есть везде. Привезён он был в конце XVIII века Томбергом в Европу. И самое интересное, что произрастает он в очень тяжёлых условиях. Это само побережье, это песчаные пляжи, каменистые пляжи Тихого океана. А что это значит? Это сильные ветра, это сильные морозы, это бедные почвы. При этом это постоянные брызги солёных вод, это ледяные торосы, которые срезают другие кустарники, а данная роза это спокойно выдерживает. Но, конечно, самое главное, её плюс для нас – много ли мы знаем растений в нашем климате, которые могли бы цвести на протяжении всего сезона? Достаточно мало. Что нам приходит на ум? Ну, дай бог, лопчатка курицкая, кстати, тоже Дальний Восток, само растение. Ну, разве что ещё гортензии сейчас тоже модная группа. По крайней мере, она цветёт долго во второй половине сезона. А вот так, чтобы цвести с июня и практически до морозов, это вообще южный признак. То есть такие южные гены в северном теле, скажем так. Поэтому, естественно, что такая роза стала использоваться в селекции, для того, чтобы вывести устойчивые сорта для северных стран. Причём, вначале это, естественно, была Европа, это Скандинавия в том числе, это Германия много вложила. И мы, как Россия, это Регель в своё время тоже выводил сорта, и Мичурин выводил сорта, используя розу Ругозу. К сожалению, они не остались, и мы не можем их найти. То есть она стала популярна. Поскольку в чём вообще уникальность? Дело в том, что в нашем климате для того, чтобы постоянно цвести, надо постоянно расти. Если растение постоянно растёт, оно не успевает подготовиться к зиме и погибает. Что мы видим у этой розы? Одновременно можно видеть созревшие плоды, в то же время полностью цветущие соцветия, одновременно уже распускающиеся новые соцветия на бутонах и ещё растущие новые побеги. То есть это не две волны, это часто бывают три-четыре волны цветения. Уникальный признак говорит о том, что побеги у данного вида и, соответственно, его потомство, они достаточно быстро вызревают. Это уникальная вещь. Ну и, соответственно, конечно же, было выведено много сортов. К сожалению, просто эти сорта почему-то непопулярны у нас. Они стали к нам поздно поступать. Но надо сказать, что они и выведены-то были не так давно. Самые старые сорта, если уж говорить о сортах, начинать, которые сейчас можно приобрести, которые уже популярны, которые давно используются в ландшафах, дизайне и садоводами, такой сорт, как Ханса. Сорт был выведен вообще в далёком 905 году. Ух ты! И за это время прекрасно себя зарекомендовал в посадках. Вырастает крупным кустом. По идее, может вырасти до двух метров. Но сколько мы его выращиваем в наших условиях, северо-карейского перешейка, можно сказать, где-то полтора метра, метр восемьдесят он даёт легко. При этом он абсолютно зимостой, несмотря на некоторые сведения, которые появляются в интернете. Но я потом, наверное, скажу, почему могли такие неудачи быть с этим сортом. Потому что у нас есть объект, где эта роза выращивается на побережье непосредственно залива, на всех ветрах, на бедных почвах. Прекрасно себя чувствует, даёт хорошую картину, цветёт круглый сезон, никаких проблем с ней не ощущается. Ещё очень интересный сорт, тоже из старых сортов уже канадской селекции, такой сорт Васагамин. По идее, он не так давно, наверное, появился у нас в продаже. К нам пришёл под видом канадской розы, хотя он не был выведен по государственной программе финансирования, а был выведен уже давно скиннером. Чем хорош этот сорт? Тем, что у него очень красивые цветы. В его кровях есть крови чайно-гибридных роз. Поэтому получился уникальный цветок, действительно напоминающий цветы чайно-гибридных роз. Очень красивая оттенка, такого слегка сиреневого, лилового, но насыщенного, очень махрового, с чудесным ароматом. Единственный, конечно, недостаток существенный, что он всё-таки не цветёт на протяжении всего летнего сезона. У него одна волна цветения, но очень длинная, и зацветает он рано. Но при этом у него есть такие характеристики. Это то, что он спокойно мерится с бедными почвами, совершенно легко. То, что он даёт очень красивый, аккуратный, ровный куст. Не требует такой прямо вот постоянной обрезки, как мы работаем с другими парковыми розами. И совершенно зимостойко. То есть у нас он может расти, мы его сажаем на таких местах, где сильный ветер, где плохая почва, где ты не можешь посадить что-то очень декоративное, культурное. Эта же роза работает прекрасно. В чём она завязывает плоды? Она даёт даже иногда повторное цветение, но оно уже, конечно, более ущербное, чем первая волна цветения. Но если вспомнить, сколько есть садовых роз, которые мы сажаем, несмотря на то, что это только одна волна цветения, те же плетистые розы, в конце концов, у нас вообще много кустарников, которые цветут однократно и непродолжительные. Их большинство. Да, и мы всё равно их любим. Даже сирень, ну что там, цветение две недели. Но посмотрите, сколько созданных сортов, и все они высаживаются на пике популярности сейчас. И всегда было. Поэтому неправильно отказываться от такого надёжного и красивого сорта только из-за того, что он не цветёт весь сезон. Ольга, ну вот существует такой стереотип. Расскажем нашим зрителям, поделимся секретом, что роза ругоза, возможно, не всем это очевидно, это и есть тот самый шиповник, как его обычно у нас называют все, кто видит. А на самом деле это тоже представитель семейства разоцветных. И, собственно, от него большинство ваших гибридов, если не все, наверное, и происходят. И у него есть множество недостатков, которые его не любят. Например, он жутко-жутко-жутко колючий. Вот скажите, например, как с колючестью обстоит у ваших розочек? По-разному. И надо же сказать, что самые, наверное, красивые сорта, они при этом и одни из самых колючих сортов. Более того, то, что мы видим на видовой ругозе, это еще цветочки по сравнению с тем, какие есть шипы на сортовых розах. Но надо сказать, что за ту красоту и за ту неприхотливость, которую они нам позволяют, дают в наших садах, это все прощается очень легко. Более того, это же опять очень важный признак. Очень хороши сорта гибрида розы ругозы. И вообще, как мы к ней относимся, прежде всего, с чем отличается, почему идет выбор этих сортов для ландшафтников? Потому что, что такое для нас садовая роза? Прежде всего, когда мы сажаем вот эти красивые садовые розы, прежде всего, мы любуемся цветком, его изяществом, его ароматом. Либо это яркое цветовое пятно. Действительно, яркое даже бывает не из таких-то уж и изысканных самих цветочков. Для чего мы сажаем ругозу? Прежде всего, это кустарник. Это хорошее структурное растение для сада. Ведь у нас с вами климат четырех сезонов. Все четыре сезона представлены полностью. И не поймешь, какой сезон длиннее. Поэтому, когда у тебя есть в ассортименте еще одно растение, которое дает хороший объем, хорошую структуру, хорошую фактуру, и при этом еще цветет весь сезон, и при этом цветет не просто, а красивыми цветами, реально розами, но это вообще непонятно, почему она до сих пор не завоевала все-все-все сады. Ведь что красиво в колючих побегах, это зима. Вот когда на всех этих колючках есть иней, именно фактура этого побега становится объемной. Вы не увидите такого у садовых. Просто вы их вообще не можете увидеть, потому что не в кустарнике находятся. А здесь это даже не просто кустарник, а еще вот очень интересные фактурные побеги. При этом у сортов есть и разная окраска коры у побегов. И плюс мы забываем с вами о плодах. Плоды тоже декоративные. Причем они декоративные, они появляются уже летом. Они есть осенью, они есть зимой. Не у всех сортов, но у многих сортов очень много плодов. И плоды разные формы и красивые плоды. И опять же, надо не забывать, что это очень полезные плоды в саду. То есть это вообще все три в одном. То есть это еще и съесть. Это не только можно съесть, это может быть лекарственное растение. Мы все знаем, что витамин С там зашкаливает. Мы знаем, что там много ротиноидов и что может очень будет интересно. Там ликопин, то вещество, которое сейчас стало популярным в томатах, и мы все кушаем томаты, понимаем, что мы едим еще и ликопин. Так вот, в плодах шиповников его в два раза больше, чем в плодах томатов. Я думаю, что сейчас многие зрители оживились и начали записывать. Ну да, действительно, есть коллекции, специально собранные не столько по декоративным качествам гибриды, рогозы, сколько именно как плодовые растения. Так, чтобы там было большое количество витамина С, большое количество ликопина. И люди, которые связаны с высокой радиацией, они, конечно, с удовольствием употребляют их плоды. Ну да, мы сейчас уже отвлеклись в другую тему. Да, с точки зрения там радиации у нас страдают, слава богу, немногие пока что в наше мирное время. Но от колючек-то страдаем, потому что мы все знаем, что роза требует большого ухода. Вот хотелось бы с этой точки зрения вот эта вот колючесть. Нужно ли влезать в этот куст, обрезать что-то, удалять? Сколько ухода требует подобная роза? Потому что вот я пока пригибаю все вот свои розочки в саду, я обязательно чем-то уколюсь, что-то зацеплю. И все это, конечно, скажем так, доставляет мало удовольствия. Поэтому, покупая вот такую вот колючку, как ругоза, хочется и с этой стороны заранее узнать подводные камни. Да, но хочу вам обрадовать. На самом деле, самые серьезные шипы бывают, кстати, у садовых роз, потому что самый страшный шип, это тот шип, который плоский, жесткий, он как нож режет. У ругоза, у них шипы, несмотря на то, что они бывают длинные и заостренные, даже сгибающиеся чуть вниз, но они гораздо мягче. И только некоторые, вот есть сорта, которые, я считаю, все самые лучшие на данный момент, да, у них есть жесткие шипы, но тем эти розы хороши, что их не надо пригибать, их не надо укрывать. Обрезка достаточно проходит легко и просто, сейчас могу даже рассказать, как это делается. Но она нужна обрезка все равно. То есть, если мы говорим с вами об уходе, то обрезка, наверное, ну, как вам сказать, она нужна, но не обязательно. То есть, если вы забыли в каком-то году их обрезать, не успели, ничего смертельного для этого кустарника не произойдет. Чем он хорош? То же самое и почвы. Вы можете посадить и на бедных почвах, и на богатых почвах, да, вы просто увидите разный результат. Но результат будет во всех этих случаях. Тут мы приходим к видам обрезки, потому что обрезка это бывает санитарная, омолаживающая, нацветение, на плодоношение, формирующая, опять же таки. Вот, и в этом смысле, я так понимаю, что мы ограничиваемся, ну, не всеми видами обрезки, нам не надо на зиму ее укрывать, укладывать, это уже минус одна обрезка. Естественно, то есть, на зиму их обрезать не надо вообще. Закутывать в спанбунт, укрывать лапник. Об этом не говорится, даже не надо их обрезать, потому что мы зимой можем любоваться этими побегами, вот именно их фактура, их форма, этих побегов. А то, что касается именно обрезки, которые требуются для того, чтобы роза была здорова, чтобы было больше молодых побегов, которые дают более красивые соцветия, более крупные, насыщенные большим количеством бутонов, вот эту обрезку, если можно сформулировать какое-то правило, оно звучит так, как бы, правило трех, то есть, побег, который вырос в прошлом году, молодой побег, да, базальный, он обычно такой, ровненький, еще не разветвленный, вот его можно укорачивать на треть. Побеги, соответственно, позапрошлого года, которые уже начали ветвиться, вот эти ветвления, их имеет смысл укоротить до трех-пяти почек. А те, которые были еще раньше, да, выросли у нас, то есть, третий год, растут на нашем косте и разветвлений больше, их уже укорачивают где-то на две-три почки, то есть, везде присутствуют цифры три. Ну, вот вы добавили, конечно, пессимизм к этой истории, а если ничего не делать? Они тоже будут расти, цвести, никаких проблем нет. Но побеги стареют, и побеги, как у всех кустарников, да, и чем побег старше, тем он все-таки хуже цветет. Он начинает давать более мелкие цветы, они могут быть не так наполнены лепестками, да, они могут не выдать полноценную свою окраску. Поэтому все-таки обрезка, она рекомендуется. Не забывайте, это не шиповники, это не видовая роза, это все-таки уже гибриды, поэтому они должны немножечко... Не есть свои нюансы. То есть, как вот делают в живых изгородях с шиповником, снося как бы все побеги практически вот на пень, такого дела... Вот с этими гибридами не стоит делать. Можно. Со многими сортами можно делать и так. Это тоже идет омолаживающая обрезка. Но насколько вам захочется иногда ее делать, ведь гораздо интереснее, когда эта куртина у вас присутствует и зимой, а вы должны будете все ее снести, и один год вы получите зимой, по крайней мере, голый участок в этом месте. Да, в городах это делается, боже, пожалуйста, это можно делать у себя на садовом участке, ничего страшного там нету. Но если вам интересна красивая куртина, то все-таки лучше резать по той схеме, о которой я вам говорю. Я вам признаюсь, у меня шкурный интерес. Я все время хочу сделать какую-то живую изгородь, которая будет не только красива, но и полезна, и никто не захочет в нее влезть. Мне кажется, Ругоза может подойти с точки зрения... Но вы понимаете, живую изгородь-то хочется взять электрический кусторез и вот так немножечко в ущербной красоте и цветению немножечко подровнять. Возможно ли использовать ваши замечательные красивые розочки, не будет ли это кощунством, ровнять их кусторезом? На самом деле можно. Более того, финские гибриды, которые появились не так давно, их авторы так и пишут в сопровождении к своим розам, что вполне можно использовать механизированную обрезку. Именно когда вы выращиваете большую группу из них, можно формировать живые изгоревающие из них из всех можно формировать. На самом деле все их можно так резать, никто не заморачивается в городе с вырезанием на 2-3 почки. Конечно, это уже такая обрезка больше для любителей, для садоводов, которые хотят получить более хорошие результаты. Я бы там могла бы еще много, все равно это творческая работа, обрезка на самом деле. Но вот если человек первый раз столкнулся и будет использовать вот это правило, четырехлетние, пятилетние побеги имеет смысл вырезать до основания, потому что это уже более старые побеги, и как любая роза она требует омоложения. Вот тот вариант, который вы предложили, такой совсем под корень, радикальный, и в моем варианте все равно приходится вырезать некоторые побеги на корень. И если вы не будете этого делать, ничего страшного опять же не произойдет, они просто будут постепенно отмирать, ложиться, перегнивать, органика под кустом, ничего страшного там нет. Все ваши розочки, я так понимаю, корни собственные, они не привитые, они дают прикорневую поросль обильную, что тоже как бы для живой изгороди большой плюс, то есть она будет густеть, самовосстанавливаться. Да, то, что касается живой изгороди, это действительно плюс, когда идут посадки где-то в декоративных зонах, это иногда бывает минус. И наоборот, многие спрашивают, как же быть с этой корневой порослью? Здесь надо понимать, куда вы ее сажаете, для каких целей вы эту розу используете. То есть надо понимать, как она растет. То есть она может вести себя достаточно агрессивно? Может. То есть есть сорта, которые хорошо разрастаются, быстро разрастаются. Недаром есть такая группа роз, объединенная, как pavement, в переводе с английского, это будет обочина дороги, или тротуары, они как раз сажаются вдоль дороги. Там очень приветствуется, что они дают поросль. Благодаря поросли можно и склоны удерживать, и зарастать быстро, там, где это требуется, где не надо много ходить. Но, конечно, если вы сажаете такую розу в миксбордеры с какими-то более слабыми культурами, там, многолетниками, для посадовыми розами, тут надо понимать, кого вы сажаете. Потому что гибриды рукозы более живучие, более надежные, и они там, конечно, могут поползти. Но далеко не все сорта так себя ведут. Некоторые сорта, наоборот, думаешь, хоть бы он дал бы хоть какой-нибудь отводок, чтобы можно было размножить. Нет, не все так себя ведут сорта, надо в них немножечко разбираться для того, чтобы правильно выбрать. Ну, вот, знаете, есть такая же история с сиренью. Люди сначала расстраиваются, что же она не дает, эту прикорневую поросль, а потом сиренья-то посидит лет пять, и потом как даст эту поросль, что от нее уже не избавится. Зато это омоложение куста. Опять же, надо понимать, что все-таки, когда сорт дает хорошую поросль недалеко от куста, это, в общем-то, его разрастание и это омоложение нормально. Конечно, те, которые сорта далеко стреляют свои отводки, вот это бывают уже проблемы. Ну, ничего, для этого есть лопата. И чем, кстати, хороша ругоза, в отличие от сирени, то, что у нее эти отводки идут поверхностно, их совершенно несложно удалять в первые-вторые годы. Более того, если вы сажаете эту розу куртины или живой изгородью, как вы ее сейчас мне говорили, и это будет на газоне, вы спокойно всю эту поросль лишнюю скашиваете газонокосилкой, она вас вообще не беспокоит. То есть у нас вообще заказчики не имеют больших проблем с этими розами, в принципе, многие видовые розы, та же пимпенелифолия, те же самые проблемы, она также разрастается. Не надо ее сажать очень близко у дорожек, чтобы вы могли потом по дорожкам ходить, не колясь об эти шипы. То есть вот учитывая все эти моменты, но зато сорта ругоз прекрасно смотрятся в естественных садах. То есть там, где осталось какой-то кусочек природы, или вы пытаетесь создать естественный сад, не слишком декоративный, не излишне декоративный, а там, где нужны такие более природные формы. Она отлично сочетается в картинах с хвойными растениями, со злаками потрясающими, со многими ковровами многолетними растениями, на фоне наших скал, больших камней. Вот она, как будто бы она у нас всегда росла. Почему мы так и относимся к ней, как будто это наш родной шиповник, и именно учитывая ее уникальные свойства, ее везде посадили вдоль дорог, она там бедненькая, грязненькая сидится, но сидит и живет, именно потому что она может выдерживать такое сумасшедшее засоление, какое есть у нас вдоль дорог. Я понимаю, да, это, конечно, уникальное потребительское свойство, это очень нужно, но все равно, когда мы берем розу, мы все-таки хотим, чтобы это было разнообразие цветов. Ну вот насколько богатая палитра подобных роз, бывают ли у них желтые, или это только оттенки розового, красного, лилового, белого, насколько широка вот гамма? Вот с желтыми, конечно, вы... Попали в болевую точку. Попали в болевую точку, потому что при селекции этих роз, к сожалению, чтобы получились желтые сорта, оба родители должны быть желтыми, либо один, может быть, еще там беленький, да. Конечно, больше всего передаются вот как раз красно-розовые цвета, но зато неплохая палитра именно розового оттенка уже существует. Опять же, нету очень хорошего красного цвета пока до сих пор, вот такого настоящего красного цвета именно у роз, которые повторно цветут. Вообще, селекция очень сложна на самом деле у этих гибридов, то есть вывести зимостойку розу очень сложно. Почему? Потому что когда... Почему не просто зимостойка? Зимостойка-то несложна, а вот так, чтобы она повторно цвела. Конечно. Вот эти два признака. Чтобы то и то и то было. Да, да, да. Они закреплены, скажем, у розы-ругозы, они закреплены очень сильно с их внешним видом. И когда идет селекция, она получается очень растянутая, как, например, произошла именно с финской селекцией. Благо, что Питер Джой, один из авторов этих роз, он очень часто писал свои статьи в разных финских журналах, можно было почитать. Он так и говорил, почему 20 лет выводились и всего три сорта на основе ругозы. Потому что, во-первых, красный свет легко передается, во-вторых, скрещивание розы с повторным цветением и однократко, потомство всегда получается однократко, то есть потомство первого поколения. Запах без запаха, получается потомство без запаха. Получается, что ты должен вывести первое поколение роз, такие, которые будут зимостойкие, но ген повторного цветения в них будет глубоко, он рецессивен. И дальше уже только повторное скрещивание позволяет вывести уже розу, которая будет соответствовать нашим желаниям. И при этом она уже тогда не будет так похожа на ругозу. То, чему мы тоже пытаемся добиться все. Нам почему-то не нравится эта грубая форма, она имеет свои преимущества. Но, конечно же, всем хочется видеть в саду красивые крупные кусты, как в Европе, старинных роз, где будут такие изящные концы этих побегов. То есть романтика. Я даже думаю, что селекционеры, которые выводят по 20 лет один и тот же сорт, они, конечно, хотят от этого сорта получить максимум всего. То есть хочется, естественно, создать такой сорт, который будет красив, который будет повторно цвести, будет цвести почти весь сезон, будет абсолютно зимостой, не надо будет его укрывать, он будет развиваться полноценным кустом. И получается, что надо его столько времени потратить. И как он писал, что из 100 сеинцев выходит 10 совсем плохих, 89, ну так, средненьких, и только один прекрасный. Вот ради всего этого... Представляете, да, это первое поколение, и ты потом выбираешь вот эти все прекрасные, которых у тебя там, естественно, посеяно не 100 штук, а много-много тысяч. Дальше идет скрещивание с ними, либо опыление уже пыльцой другого там вида, либо сорта, то есть то, что ты хочешь получить. Поэтому 20 лет. Ну вот откажите, все-таки с запахом, потому что, ну вот, у шиповника есть свой такой характерный, узнаваемый запах. И, как правило, вот люди говорят, вот это роза, а это шиповник. Есть запах розы, есть запах шиповника. Что вот с этими гибридами? Там есть какие-то больше розовые ароматы? Да, есть. Не все они имеют запаха. Дикая роза. Они не все одинаковые? Ну, если честно, я не такой хороший нюхатель, не так хорошо чувствую оттенки, которые дают нам розы и другие цветы тоже. Но точно отличаю, скажем так, запах дикой розы от запаха других роз. Так вот, у сортов ругозы, да, у них есть разнообразие, есть очень вкусно пахнущие сорта, не хуже, чем пахнут садовые розы. Их не так много, но они есть. Но вот эти оттенки некоторые пишут запах мира. Я не ощущаю там какие-то запахи мира или запахи гвоздики. Или войны. Да, он другой. Он другой, он вкусный, он либо свежий, либо он более, может быть, сладкий. Поэтому пусть на эти вопросы отвечают парфюмеры. Ольга, я предлагаю вам сегодня на этом закончить. Я хочу обязательно посетить ваш питомник в Выборге. Вы меня приглашаете к себе в гости? С удовольствием. Даже, наверное, это больше будет не в питомник. А тогда придется вас пригласить в наш собственный сад. Потому что все маточные растения пока еще находятся там. Сама коллекция. А в питомник мы пока постепенно переносим маточники. А так, конечно, всегда будем вам рады. Вот я приеду, как Елена Летучая с проверкой, все понюхаю самостоятельно. Определим, пахнет миром или пахнет войной. Посмотрим на то, как это выглядит вживую. Потому что сейчас мы показали в ролике фотографии, но, конечно, это все не передает. Мы приедем с оператором, все заснимем и все проверим. Потому что наше дело правое. И мне кажется, такие прекрасные растения стоит популяризировать. И я думаю, что наши зрители нас поддержат. И заодно мы ждем ваших вопросов для Ольги. Все, что вы хотите знать о гибридах роз, о ругозах, канадской селекции, литовской селекции, финской селекции и многое другое. Обязательно мы укажем сайт Ольги, если вы захотите подробнее познакомиться с теми растениями, которые она отобрала для своего питомника. Ну, и обязательно пишите все, что вам интересно. Я думаю, что с Ольгой мы увидимся обязательно летом и продолжим этот разговор. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова